Корни агрессии Знают о том, что Человек это не Только тело и не только Мысли сознания Человек это еще Подсознание, душа Человек это Личность человека это не только тело И внешний уровень мышления Личность человека Есть внешняя А есть божественная Которая не видна, которая находится Скажем так Которая связана с нашей душой С нашим подсознанием Соответственно у человека как минимум два уровня Мысли, два уровня чувств Так вот Я был поражен, когда увидел Давным-давно, что Внешняя агрессия может отсутствовать А внутренняя агрессия подсознательная Может присутствовать И она может потом выливаться И давать неадекватное поведение человеку Она может давать болезни, проблемы И вот изучая подсознательную Подсознательную внутреннюю агрессию Я увидел, что Она дает не только Агрессивное поведение В какие-то моменты Но когда внутренняя агрессия Превышает какие-то пределы Она может вылиться не в агрессивное поведение Не в проблемы по судьбе А она может вылиться в проблемы по здоровью То есть у человека есть подсознательная агрессия Она там находится, крутится Когда она доходит до какого-то уровня глубокого Идет разворот И агрессия превращается в депрессию Люди агрессивные всегда депрессивные Поэтому депрессия может выражаться Просто как программа самоуничтожения Человек ее не ощущает Она может проявляться физически Какие-то головные боли Боли в нижней части живота Проблемы с кишечником Но эта программа самоуничтожения Может ощущаться И как неудача по судьбе То есть на человека Вдруг сыплются череда верениц несчастий И выясняется, что все эти проблемы Есть результат программы самоуничтожения То есть программа самоуничтожения Может давать не только проблемы по здоровью Не только проблемы по поведению, по характеру Но и проблемы по судьбе Это я говорил с одним человеком У него я увидел в поле, в подсознании Сильнейшую программу самоуничтожения И он говорит мне Совершенно не везет в бизнесе Я умный человек С годами у меня еще больше опыта появилось Я предпринимаю какой-то проект И вдруг все начинает рушиться и валиться Объясните, в чем дело И я ему объяснял Что когда есть программа самоуничтожения То человек выбирает всегда подсознательно Самый худший вариант Я говорю, если вам дать 10 каких-то вариантов То вы выберете из 10 самый худший Потому что он соответствует вашей программе самоуничтожения Когда у человека эта программа серьезная И находится глубоко Он может либо погибнуть Либо получить тяжелое заболевание Либо быть хроническим неудачником по судьбе И это будет его спасать То есть болезни и неудачи, говоря простым языком Спасают нас от смерти Тогда вопрос Если наше подсознание Создает нам проблемы Если наше подсознание знает о будущем То почему наше подсознание Не избавит нас от неприятностей От несчастья Почему наше подсознание не избавит нас от смерти Которая на нас не надвигается Вопрос Ведь некоторые люди чувствуют свою смерть Могут уйти Могут не купить билеты на самолет Но большинство же подсознательно знает о том Что могут погибнуть И тем не менее идут на смерть Почему подсознание не защищает? Ответ очень простой Подсознание нас защищает И именно для этого оно дает нам проблемы Неприятности, болезни и даже смерть Смерть это тоже защита от неправильного поведения Если человек Концентруясь на своем сознании На своей внешней оболочке На своих желаниях и инстинктах Начинает вредить душе Когда клетка начинает работать против организма То для спасения души Тонкого плана У всего есть душа Если у электрона есть Электрон является частицей и волной одновременно То есть у него полевая структура Это одна из форм ее существования Значит можно говорить Что у электрона есть душа Так вот у любой клетки также есть душа И когда клетка становится раковой И начинает рвать свое единство с организмом То для того, чтобы на полевом уровне Сохранилась нормальная ситуация Нужно клетку уничтожать Поэтому в организме есть специальные клетки Которые контролируют процесс возникновения раковых И постоянно их уничтожают Так вот наше подсознание Дает нам смерть для того, чтобы была спасена наша душа Наше подсознание, наше высшее Я Дает нам неприятности и болезни Чтобы Отсрочить нашу смерть Чтобы через неприятности и болезни Мы немножечко отстранились от нашего внешнего эго От наших инстинктов Почувствовали законы бытия Которые знает наше высшее Я Наше подсознание И начали правильно себя вести То есть болезнь и неприятность Это, можем, скажем так Торможение неправильного поведения Это не только, скажем, расплата за то, что ты когда-то совершил Дело в том, что все, что мы совершили Сейчас в нас настоящем Если мы неправильно себя вели в прошлом То мы неправильно себя чувствуем в настоящем И вот неправильное отношение к миру И раздает проблемы и болезни Неправильное отношение в настоящем Рождает неправильное отношение в будущем И, скажем, если у нас идет какая-то смертельная ситуация Для того, чтобы мы не погибли Нужно сейчас нам дать болезнь И мы тогда отрешимся Снимем то, что называется зацепки И тогда у нас улучшится характер И мы спасемся Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...